Ровно в 8.00 по московскому времени все 15 избирательных участков города распахнули свои двери. Несмотря на выходной день и ранний час, многие уваровцы в приподнятом настроении спешили одними из первых исполнить свой гражданский долг. Погода этому только способствовала. На смену закончившемуся снегопаду пришел легкий мороз и яркое солнце. Мы очень активно открыли двери. Нам сразу пришло около 10 человек. И сейчас мы впервые найдем подготовку. Очень активно. Хотим побыстрее проголосовать и заниматься своими делами. Но мы выбираем будущее для себя, для своих детей. Естественно, всегда надеемся на лучшее. Пока что происходит в нашей стране, все изменения заметны, достаточно ощутимы. И все-таки хочется, чтобы дети жили при лучшей жизни. Я считаю, что каждый человек должен прийти и сделать свой выбор. Как дальше мы будем жить. Как будет жить наша Тамбовская область, город, страна. Это зависит только от нас с вами. Поэтому я считаю, что это долг каждого гражданина. В числе первых проголосовавших и глава города Владислав Денисов. Он сделал свой выбор на участке номер 920, расположенном в третьем корпусе лицея, воспользовавшись механизмом мобильный избиратель, который, по сути, заменил открепительное удостоверение. Возможностью отдать свой голос там, где удобно, только на этом избирательном участке воспользовались порядка 70 человек. Прекрасная погода, хорошее настроение. Действительно, сегодня я выполнил свой гражданский долг. И это отрадно, потому что мы выбираем лидера, мы выбираем руководителя нашей страны, который будет определять вектор нашего развития. Конечно, для меня и для всех нас, уваровцев, это очень важно. Все участки подготовлены. Действительно, было очень много снега. Дорожники работали и день, и ночь. И продолжают работать. Мы готовы сегодня. Главное, чтобы мы сегодня все поддержали сегодняшние выборы. Сделав свой выбор, Владислав Денисов смог напрямую пообщаться с жителями города. И с первых уст узнав о волнующих их вопросах. На всех избирательных участках были созданы условия для того, чтобы процесс голосования был максимально прозрачным и комфортным для избирателей. Уваровцы активно голосовали. К столам со списками буквально выстраивались очереди. Многие приходили целыми семьями. Сегодня выбор президента. Дальнейшая судьба наша решится. Кого выберем, так и будет. Должно быть улучшение всей жизни. Должно быть развитие промышленности, сельского хозяйства. Ну, улучшение жизни трудящихся. Ну, мы жизнь прожили. И хотим, чтобы она еще продолжилась более-менее. Может, не все хорошо, но видим, что идет к лучшему. Поэтому и пришли. 18 марта стало ответственным днем и для самых юных избирателей. Тех, кому в этом году исполнилось 18. По традиции, всем, кто впервые получил право голоса, вручили сувенир на память. Наряду с карманным календариком, который получали все избиратели, им вручили обложку на паспорт с символикой выборов. По признанию самих юных избирателей, это голосование стало для них важным событием. Это мои первые выборы. Мне совсем недавно, в январе этого года, исполнилось 18. И я уже давно ждала того момента, когда я смогу проголосовать, смогу отдать свой голос за будущее своей страны. Ну, потому что всем жить в этой стране, все выбирают, в какой стране будут они жить и с каким президентом. Важную роль в проведении на территории города выборов президента сыграло волонтерское движение. Уделяя особое внимание пожилым и маломобильным гражданам, добровольцы при входе на избирательные участки встречали уваровцев, объясняя, как пройти в помещение для голосования, а при необходимости и помогая до него добраться. Моя задача в том, чтобы помогать людям. Я им помогаю добраться до места голосования, помогаю подать ручку, дойти, переступить ступеньку. К сожалению, мне сейчас только 17 лет, но если бы у меня была такая возможность, я, конечно, бы хоть как-то повлияла на нашу судьбу страны. На протяжении всего дня выборов на избирательных участках дежурили наблюдатели. Впервые наряду с представителями кандидатов и политических партий контроль за процессом голосования осуществляли наблюдатели от общественной палаты Тамбовской области, тем самым повышая доверие к выборам и обеспечивая их легитимность. Моя задача была, чтобы выявлять, если будут какие-то нарушения, никаких нарушений, слабо, у нас не выявлено. Все прошло замечательно, даже вообще мы думали, ясно, на позитиве, приходили, голосовали. Сделать президентскую кампанию максимально прозрачной помогали и камеры видеонаблюдения, которыми были оборудованы большинство участков. Благодаря этому следить за происходящим в том или ином месте для голосования можно было в режиме реального времени, прямо не выходя из дома. На сайте нашвыбор2018.rf, в том числе и за подсчетом голосов, который начался сразу после закрытия всех избирательных участков. Уваровцы продемонстрировали активную избирательную явку. По предварительным результатам в выборах приняли участие свыше 17 тысяч человек, что составляет 76,7%. Абсолютное большинство голосов избирателей было отдано в поддержку действующего главы государства. Владимира Путина поддержали 84,55% уваровцев. Вторым стал Владимир Жириновский с результатом 6,67%. Третьим – Павел Грудинин – 4,8% голосов. Что касается остальных кандидатов, то все они набрали менее 1%. В целом по Тамбовской области участие в выборах приняли 72,04% избирателей. По предварительным данным, наш регион показал лучший результат в Центральном федеральном округе по поддержке действующего президента. Владимир Путин набрал около 82% голосов избирателей. За Павла Грудинина проголосовали 9,12%. У Владимира Жириновского – 5,19%. Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Григорий Явлинский, Сергей Бабурин и Борис Титов набрали меньше 1%. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, Александр Трегубов. НашГород.